Доброе утро! Давайте приступим. Что разбираем? 4, 3, 2, 3. Ну там три возможных случая. Интеграл охватывал, то есть контур охватывает эту особую точку XY не охватывает или точка на контуре. Ну два сводится к тому, что мы уже рассматривали, а третий это интеграл несовтенный. Ну надо его как-то посчитать. Так, получилось у кого-нибудь? Ну давайте попробуем. Поехали! 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 Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Так, забыли какое-то одно D. Это сейчас вычитано с точки... Вне контура. Тогда будет корректно применить формулу Грина. Напоминаю, там функции производные, которые фигурируют в формуле непрерывные. Не только на контуре, но и внутри контура. Спасибо. 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 В любом случае 0. В любом случае 0. В любом случае 0. И получается тут, после замены, сдвинутая, x плюс r кочного с fi. А, ну да. Синус т. Синус т. Да, после упрощения получается 2pi. С третьим случаем, я не уверен, что это правильно, но я как бы полагал, у нас третий случай, потому что точно находится на области этой. На контуре. Так. Да, это хорошая идея. Вот, то есть у нас будет такой рисунок на неделе. Ну да. Но только R уже занято, лучше другую букву. Какое? Да хоть RO. Какое? Да. Почему это корректно? Ведь вообще-то контур не обязан быть прямолинейным. А вы говорите про полукруг. Он гладкий. Да. Я думаю, из этого можно... Да, вот почему. Контур гладкий, поэтому, ежели посмотреть под лупой, можно будет сказать, что это почти как прямая. И дуга является полуокружностью с точностью до членов большего порядка малости, чем А. Вот почему это корректно. Так, что еще разбираем? Оборудовательная цена. Еще раз. Так. Так. Так, что я думаю. Хорошо, спасибо. Очень! До свидания, конечно. Удачи. Удачи! все получилось ну хорошо давайте пойдем дальше до чего дошли на лекциях а перед этим теория поверхности и поверхностного интеграла ну как раз мы тоже прошли криволинейные интегралы и давайте дальше развивать идею интегрирования по какому-то хитрому подмножеству будут интегралы по поверхности поверхностные интегралы как и криволинейные бывают интегралами первого рода и второго но сегодня ограничимся интегралами первого рода ну с линиями было вот все просто линия может быть представлена как совокупность двух или трех функций они считались достаточно хорошие то есть из c1 и производные одновременно не равны нулю с поверхностями сложнее вот у вас должно было быть понятие элементарной поверхности простой общий было такое вот ну значит уже понимаете о чем речь вот представим некоторую поверхность и и на ней задана функция поверхность с с пусть параметризована ну линия параметризуется одним параметром t поверхность как несложно догадаться параметризуется двумя параметрами x от u и v z от u и v где u и v принадлежат области омега то есть u и v это что-то на плоскости x, y и z это поверхность из x, y, z это образ чего-то плоского ну в простейшем случае гомеомортном отображении когда мы говорим о поверхности элементарной но дальше на этом строится простая и общая вот и пусть есть функция f от x, y, z которая непрерывна на этой поверхности вот ну можно составить интегральные суммы перейти к пределу и получится интеграл по поверхности f от x, y, z, d, s ну и здесь нам важно научиться их считать ну когда у нас задана параметризация то интеграл поверхностный сводится к двойному а двойной считать мы уже научились но обычно из контекста понятно что здесь это плоская область или это поверхность символика до одинаковая и кстати ежели отождествлять поверхность какую-то плоскую с плоской областью то будет одно и то же ну что логично поверхность это ну плоская область это частный случай поверхности вот как везде свести ну так же как в случае замены переменных делаем три действия пересчитываем множество функции у и d множество было s это что-то трехмерное связанное с координатами x, y, z пересчитываем ее будет омега то есть что-то в координатах u и v в f просто подставляем параметризацию f от x, u и v, y от u и v, z от u и v ds превратится в du, dv с каким множителем? с множителем корень еж минус f квадрат где что такое е, f и g ну вот пойдете на первый поток будете изучать дифференциальную геометрию и узнаете что е, f и g это коэффициенты первой квадратичной формы но по простому это следующее выражение е это x штрих квадрат по u плюс y штрих квадрат по u плюс z штрих квадрат по u f это x штрих по u, x штрих по v плюс y штрих по u, y штрих по v плюс z штрих по u, z штрих по v И g это как е, только с дифференцированием по v. Ну, кстати, можно записать кратко поверхность. Пусть r это радиус-вектор поверхности. Ну, то есть вектор из x, y, z, который относится к поверхности. Ну, и тогда можно сказать, что e это скалярный квадрат r' по u, f это скалярное произведение r' по u, r' по v, и g это скалярный квадрат r' по v. Так, ну, для конкретных вычислений то, конечно, удобнее. И еще стоит сказать, что когда поверхность задана не через параметры, а когда явно выражена z, z равно чему-то от x, y, то интеграл посчитать проще. Пусть s имеет вид, z равняется какая-то функция от x, y. Тогда интеграл по s ds будет равен интегралу по омега, но здесь уже x, y в роли у и в. Значит, омега это проекция s на плоскость x, y. проекция s на x, y. f во что превратится? x и y как были, а в z подставляем φ. Вот x и y, то, что относилось к поверхности, и ds превратится в такое выражение, dx, dy с множителем. Ну вот, когда у нас были кривые, заданные явно, y равно чему-то от x, то у нас появлялся корень 1 плюс y штрих квадрат по x. Здесь похоже. 1 плюс φ штрих квадрат по x итак, омега. Какой-то вопрос уже хотите начать? Похвально такое рвение. Давайте приступим. Красивое все-таки число 343, не правда ли? Вот здесь поверхность S, а именно полусферы. Какое название от этих чисел? Да просто 7 в кубе. Нет, ну есть название чисел, которые 343, а получается 3. Не задумывался. А только там не больше не равно, а в точности равно. Это же не область, а поверхность. Можно параметризовать сферическими координатами, но проще поступить вот так. Да, это будет проще. Ну давайте сотрем что-нибудь. Что мы придумали вместо сферической замены? Евное выражение. Z равняется корень соответствующего выражения. Плюс корень, потому что Z по условию неотрезательна. Вот, и теперь нам понадобится производная. Что? Кто понадобится? Производная. Вот, φ от x, y это вот этот корень. И нам понадобится φ' по x и φ' по y. По условию z больше или равно нулю? Ну какова проекция на x, y? Круг. А кружность это только к границе относится. Круг. 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 Ну да, давайте посчитаем эти производные. Ну в общем берем выражение для z, дифференцируем по x, дифференцируем по y. z' по x равно чему? Так, с двойкой. Двойки сокращаются. Получается. Минус x на этот корень. Ага, и аналогично z' по y. Да, с минусом. y на такой же корень. Вот. И давайте посчитаем корень, который там при dx, dy. Позначу его за... Круг. Вот тогда p. И в него подставляем полученные выражения. Так. Ну, значит, вот этот квадрат плюс вот этот квадрат. Так. А, да. И это упрощаем. Сюда сделаем. Угу. Ну, давайте считать положительные. Ну, а входит в условие четно, поэтому можно ограничиться положительными. Так, ну, получается, вот что у нас есть. Так, ну, теперь мы... Интеграм припасываем. Угу. Угу. Так. Может, я пока встал. Так. Вот эта вот функция. Это у нас от x, y, z. Вместо z у нас... Это чтула. Просто вместо z мы и подставим, так? Да, вместо z вот этот корень. Хорошо. Так. Функцию подготовили. Проекция ds превратилась в dx, dy вот этим множителем. dx, dy. И множество. Во что превратилось? А оно у нас в группу превратилось? Да. Проекция этой полусферы. То есть это у нас получается x квадрат плюс y квадрат. А если группа меньше или равно квадрат? Да. Меньше или равно? Да. Ну, ни с чем. Не согласны. За что превратилось меньше или равно? Ну, у нас же внутренность вручена. Как? Внутренность вручена. Сфера. Ну, проекция полусферы на плоскости x y. Это что? Разве линия? Да. Нет, ну, а вот такая. Ну, вот. Все точки никак не нужны. Ну, вот. Ну, давайте. Да, упрощаем. Ну, давайте поделим патч Лена и А вынесем. Ну, да. Постоянную выносим. И на корень x плюс y можно рассмотреть вместе. И отдельно, ну, корень с корнем дадут единицу. Все. До x, до y. Ну, интеграл единицы считается устно. Чему он равен? А, он равен 1 квадрат А1. Да. Здесь и равно А. Да, да, да. Здесь получается щит А куб. Да. А не А куб? А, ну, с этим, да, а куб. Ну, другое не столь очевидно. Надо считать. Так, делаем полярную замену. Может, у нас превращается в АР квадрат меньше, либо равно А квадрат. Ну, да. Кстати, давайте интеграл этот посчитаем отдельно. Ну, чтобы вот это вот не таскать, интеграл будет равен чему? Что откуда? Рассмотрим отдельно вот этот интеграл и этот. Этот – площадь круга. Пи А квадрат. И вот еще одно. Ну, вот рассматриваем отдельно вот эту. Так. Она у нас посвятая полярная. Р квадрат меньше, либо равно А квадрат. Ну, наверное, можно Р меньше, либо равно А. Так. Потому что мы… Ну, у нас она все равно входит сюда. Да, Р от нуля до А. А, ну, можно аккуратно рассмотреть вычерпывание этой области хорошими областями. Ну, будем считать, что это очевидно. Так, ну, Фи у нас откуда? Давайте. Так, почему Фи? 2 Фи. Полный круг же. Действительно. Хорошо. Ну, вот, сверху у нас получается… Р. В общем, Си. В общем, Си. Ну, вот, сверху у нас А квадрат минус А квадрат. Да, якобы я не забываю. Ну, чому Ревенетт интеграл? Очевидно. Нулю. Нулю. Почему? Потому что, поискнулся Си у нас на своем периоде. Да. Первообразное того, что в скобках полка от нуля до двух Пи дает ноль. Значит, что этот интеграл – это просто ноль. Ну, и ответ – Пи А в кубе. Сейчас, как-то еще раз иначе есть. Вот, как бы эту скобку у нас не дали? Ну, подробнее можно. Так, интеграл от нуля до А в квадрате ДР. На корень здесь интеграл от нуля до двух Пи косинус Фи плюс синус Фи ДФи. Ну, и очевидно, это ноль. Так, все. Отлично. Теперь при оконус. Теперь при оконус. Вот. Сейчас. Только здесь. Так. Интеграл z в квадрате ds, где по множеству x равняется r по синус фи синус альфа. Где s так же дается, x равняется r по синус фи синус альфа, x равно r по синус фи синус альфа, z равно r по синус альфа. Если x а фи от нуля до 2 пи до полный круг до 2 пи и альфа постоянный угол 1 четверти только без границ и вторых только здесь один параметр на самом деле постоянной поверхность приметризована с помощью r и фи ну и применительно не давайте почитаем е и f и g альфа не меняется так корень x квадрат плюс y квадрат это что даст r синус альфа а кстати хорошая идея я более сложно делал давайте z выразим почему два просто rc и r квадрат минус квадрат альфа z это что это r косинус альфа где r можно выразить из того что написано двойки нет мы это уже обсудили ну удобнее выразить r равно чему ну и знаменатель легко считается просто синус альфа просто синус альфа модуль открывается однозначно ну получится да катангенс альфа альфа считаем Спасибо. 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 Это 1,970 квадрат, 1,970 квадрат. Вот так. Записываем изначальный интеграл, который выводил. Потом слушается. Ну, мы делаем три шага, неважно в каком порядке. Пересчитываем функцию d и множество. Вот d подготовили. Да, множество нам понадобится. Ну, тут параметризованно, ну да, тут считать нечего. r в таких пределах, f в таких. А, хотя, подождите, мы же пересчитали p через... ds у нас через dx и dy. Так? Да. Это равно dx, dy с вот тем постоянным множителем. Значит, нам все-таки надо сказать, что s это x в квадрате плюс y в квадрате, не больше a в квадрате. Ну, а потом разберемся, что с этим делать. Может быть, и удобнее будет перейти к r и φ. А в квадрате? А в квадрате? Ну вот, мы видим r от нуля до a, φ полный круг. Это и значит, что x и y на полном круге радиуса a. Вот. Ну, держим в голове, что r и φ вот в этих пределах. Может быть, пригодится. z в квадрате это что? z в квадрате равняется r. Да, вот это. Да, давайте подставим. Да, все через x и y выражаем. Так. И ds превратилось вот в это. dx, dy. Вот так будет корректно. Или везде x и y, или везде r и φ. Ну, теперь, пожалуй, удобнее будет к r и φ. А что вас не устраивает? Ну, тут два шага мы говорим в терминах замен. Первый шаг это мы переходим от поверхностного к двойному. Второй шаг мы двойной упрощаем с помощью замены. Вот первый и сделан. Вот проектируйте. Круг будет. Да, конечно, сечения будут другие, но мы берем самое широкое. x и y пробегают весь круг и каждой точке x и y этого круга соответствует какой-то z. Соответственно, какая-то точка этой конической поверхности. А, это потому что конус, он однозначно проектируется? Ну, как не однозначно? Однозначно. Однозначно. Ну, только x и x и x и x и x и x и x и x и x и x. Ну, вот конус это тело вращения. Смотрите, что вращается. Каждому x и y соответствует какое-то значение z. И обратно. Каждому z соответствует какая-то одна точка x и y. Проекция круг. А, да, это я проглядел. Спасибо. Сложим. Ну, зайдем в квадрат и сложим. Ну, x в квадрате плюс y в квадрате равно r в квадрате sin в квадрат альфа. Что, в свою очередь, не больше. А в квадрате умножить на sin в квадрат альфа. А, ну, это все. Да, здесь я тоже поправлю. А sin в альфа. Ну, это все равно не имеет эти формы. r и r, да. r и r, да. r и r, да. r и r, да. А почему не sin? r у тебя вот здесь, ja predominantly в квадрате. r, да. r и r в квадрат等等. r от 0 до a по условию. Они не связаны. Какой момент? Вот там конкретный. В какой момент? R это у нас штука, как поменится. Если ты получишь R квадрат синус квадратальный. У тебя R будет приблигать с нуля до A. И поэтому максимальное его значение это A квадрат синус квадратальный. Поэтому как-то кто-нибудь. То есть A синус A это как бы радиус круга, а R это не радиус круга. R это вообще. Нашли первое семестре, во второе семестре будем помнить этот контакт. Угу. А, да. Якобиан забыли. Действительно. Ну R квадрат заменяем на R в кубе. И еще забыли, что у нас множитель синус квадрат Альфа есть. Он равновешивает знаменатель. Нет, это если ты его дальше не посылал. Ты дальше его забыл. Так, значит где-то потеряли. Должно быть умножение на синус альфа. Ну вот такую тоже можно. Я бы так и делал. Ну да. Ну просто как. Ну типа. Ну тогда у нас R будет другой. Да, да. Ну будет A. Но зачем у нас? Это будет понятник. 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 Я думаю у тебя R будет замечательный. У тебя R тогда разные вообще будут. А, вот. Забыли еще умножение на синус квадрат Альфа. Да. Проглядели. Давайте поправим. Тогда будет здесь как синус в четвертый Альфа. Мы исправим на куб. И с этим можно так аккуратно приписать. Да, и 2π. Ну равняется значит π вторых, а в квадрат, а в четвертой. Да, конечно. У меня есть. вот так можно еще раз как вы получили тот пересчет множество меньше того чем а квадрат на 7 квадрата а это вы видимо путаете странным интегралом в тройном интеграле ну например мы бы считали тройной интеграл по тому же конусу но он был бы сплошной вот зачем нам были бы нужны все эти сечения а а здесь же речь идет не о сплошном теле а только поверхности чем отличается сфера от шара вот тем же поверхность конуса отличается от сплошного конуса давайте ну так давай следующее так что у нас там 4041 казалось бы шаг назад но здесь мы уже возвращаемся к этой теме с более полными знаниями будем использовать поверхностные интегралы как несложно догадаться площадь поверхности это интеграл по ней от единицы ну например масса поверхности у которой задана площадь плотность то есть ну масса единицы площади ну ну запомнили здесь пока нечего упрощать давайте да и с посчитаем ds у нас же интеграл вообще-то по этой поверхности 1ds ну с единицей все очевидно а что такое ds потому что мы пока не перешли к dxdy ds это не то же что dxdy кстати второй забыл это же как два интеграла пишется площадь поверхности равна интегралу по ней поверхностному интегралу первого рода а не двойному а и он а как перейти к двойному это уже стядущий шаг мы это пока не написали что как ну да все просто ну 1 очевидно и будет единицей что будет омега и что будет ds внутренность круга ну тут довольно очевидно так и пишем вот этот круг только с неравенством вовнутрь вот это в квадрате плюс y в квадрате меньше 1 а ds во что перейдет пока не очевидно давайте посчитаем ds равно но здесь у нас есть явное выражение для z поэтому проще будет с помощью 1 z штрих квадрат z штрих квадрат ну там по x по y потому что это не край а внутренность круга весь круг вообще а ну это неважно да да и x до y да и x до y просто ищем больше всего р именно так ну начали правильно только вот это в квадрате будет ну давайте так да да и x до y подставляем корень 2 dx до y а такой интеграл равен чему ну да и чему же он равен конечно π он равен площадь круга с радиусом 1 а корень 2 это вне интеграла мы его вынесли вот так вот так что где какая такая штука ну скажем про цилиндр чтобы понимать какова проекция этого фрагмента конуса по чему мы интегрируем здесь ну мы не говорили про цилиндр мы это подразумевали вот смотрите еще раз вот или даже может быть лучше так показать вот представьте конус нам нужен он не весь а нам нужен вот цилиндр проходит через него и что-то высекает соответственно проекция того что высекается это сечение цилиндром тем же плоскости xy то есть круг ну мы это продумали и сразу перешли к кругу так ну давайте руку церковь выше что есть еще вот квартиру два Да, здесь H это постоянное. А что почему? А это неважно, можно и включить. Да, здесь по общей формуле. DS превращается в корень ЕЖ минус F квадрат. ДС и там будет ДХ, то есть не Х, а ДР, ДФИ. R' по первому параметру. Но только здесь будет конфликт обозначений, поэтому давайте подробно. Х штрих квадрат по R плюс Y штрих квадрат по R плюс Z штрих квадрат по R. F это скалярное произведение разных производных. X штрих по FI, Y тут нет. X по R, X по FI и дальше также с Y и Z. И G тоже самое, только по FI. Да. Х штрих квадрат по R плюс Y. Х штрих квадрат по R плюс Y. Расчитаем. Синус квадрат это 1 плюс Z по R, а R у нас фигурирует это 0, что получается, да? У нас R у нас по Фи минус синус R квадрат минус квадрат, это просто R квадрат, и по Фи просто H. Так. Так, F у нас получается, что минус... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если бы кто не давал, то мы считали бы... АплОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не очевидно. Ну, давайте считать его. Как его посчитать? R равно H, гиперболический синус, новый переменный. Я запрещу. Прикладающий. Так, вот. Я не то. Ставлю. Так, тут будет тогда H, G, склада, и, кстати, ул. Так. А почему с квадратом P плюс 1, это кто-то там есть? Это... Козинусы есть. Причем с плюсом. Зачем? Понижайте степень. Зачем? Так же, как с обычным косинусом. Да, плюс. Косинус 2, T плюс 1, и все пополам. А что это? Вот, это... А что это? Вот, это... А в первом ДТ забыли. Так, ну это синус, без минуса. У гиперболических функций производная косинуса синус, производная синуса косинуса. Так, там нет лишней двойки на предыдущем шаге. Два Т. Нет, вроде не должно быть, я просто одну вторую вынесу сюда, а была двойка, я ее не сподиференциал, чтобы не держу. Так. Все, тут два Т, потому что там подиференциал. Что-то потеряно. Ну и тогда два Т, наверное, не надо. Так, что-то запомнили. Ну вторую считается очевидным образом, это будет без этого Т полка от нуля до эрота. Просто эрота будет. Ну а здесь, да, с синусом надо считать. Ну а здесь. Да, ну тут двойка не ушкаем. Да. Усюда не то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, то есть синус d до 1 за h. Так, синус 2. Так, а тут что-то вы поторопились. Там же двойного аргумента он был. Может, я это раз через чертский сделаю? Так, что-то вы с этими двойками меня запутали. А у нас что было? 2π h квадрат интегрировал от 0 до r от a. Косинус 2t плюс 1dt. Это дает 2π h квадрат синус 2t пополам. Что, в свою очередь, равно синус t косинус t и плюс t. А вот, полка от 0 до r от a. Вот, коэффициенты такие. Где-то потеряно умножение на 2. Ну вот, с этого момента вы зачем-то внесли двойку в дифференциал. Ну, значит, тут было 2. Вы это использовали здесь. Ну, использовали и... Вот тут было пополам. Мы понизили степень. И одна вторая перешла сюда. Значит, это не нужно. Тогда убедили. π h квадрат на вот это. Что такое, человек, вот a? Ну, имелось в виду обратное к a. Вот так. Ариа синус h на a. А, то есть, наоборот, a на a. Ну, тогда уже получается, у меня есть единичный коэффициент, а у вас половинный. А что же потом в итоге с константой получается? Может быть, вот здесь, у меня же квадрат пополам. У нас синус гиперболический двойной углом как может расписываться? Так же, как обычный. 2 синус t, косинус t. Так. То есть, тут тогда будет шинус t, начало синус t. А это не нужно. Ну, тогда 2r там будет. А это будет любая. Да, вот так. Ну, опять же, полка от 0 до r. Вот так, и если чё, синус, чё с его за торшимость? Как его выразить? Корень. Сейчас я не говорю, 1. 1. 1. Да. Пиарь в квадрате. Да. Так, двойки-то сократились? Да. Двойки были сократились. Нет тут никакой двойки. Это с этим и с тем закрепилось. Всё, пиарш квадрат или такой? Да. Ответ получен. Всего? Окей. Давайте. Давайте. Так, сомер 40. Сомер 40. Спасибо. Тем не менее. Найти площадь части поверхности x квадратик плюс y квадратик плюс z квадратик равно а в квадрате которая расположена вне цилиндров x квадратик плюс z квадратик плюс z квадратик выпустим его за x давайте решаем задачу внутри цилиндров а потом из площади сферы вычтем площадь внутри цилиндров тогда мы получим вне цилиндра ну давайте сделаем рисунок проекции трехмерный нас запутает давайте лучше изобразим проекцию вот у нас есть сфера проекция сферы здесь у нас будут четыре цилиндра ну два цилиндра но они пересекают сферу в четырех таких растянутых кругах да это означает вот так вот будет так и вот так да поэтому в силу асимметрии достаточно решить задачу только вот здесь только z с плюсом и умножить на восемь на восемь октантов раз-два-три-четыре и каждый берется сверху и снизу почему раз-два-три-четыре это у нас икс-эгэль да да каждому из икс-эгэль соответствует z большему или z-три-четыре или z-три-четыре так в итоге мы можем считать интеграл поверхностного ds и где вот это у нас это x квадрате плюс 3 квадрате равно минус ax а так а почему минус там уже плюс минус а а плюс 5 просто ax модуль ax а ну да здесь так это получается если мы сейчас преобразуем x минус a в квадрате то есть y квадрате равно a в квадрате в квадрате поделить на 4 в квадрате в квадрате в квадрате а в квадрате ds теперь я можем посчитать dx dy так какой нам здесь формулить те так ну просто явно выразить z равно чему а а а просто z равно ой из a в квадрате минус минус x квадрате плюс y квадрате а это может записать что это у нас ax а почему ax ax это только на краю не везде же так так запутаемся ну давайте запишем ds чему равно мы сегодня уже считали ds равно а делить на корень а в квадрате минус x квадрате минус y в квадрате кстати скобки забыли а в квадрате минус x квадрате ну да ну да вот это выражение dx dy так теперь считаем так эту штуку это мы получаем сводим к двойному интегралу вот получается мы можем вот это вот у нас здесь r x у нас здесь от нуля до а а y идет от нуля до верхней части вот этой вот окружности то есть у нас y будет равна корень из а в квадрате поделить на 4 минус вот это вот да ну да или может полегче как-то ну у нас решит о внешности а вот этой части поэтому нам будет удобнее посчитать интеграл по четверти круга посчитать интеграл по вот этому и затем вычислить не а мы вот это сейчас проинтегрируем вот это вот а в квадрате а в квадрате поделена на 4 минус ну давайте тогда не торопиться запишем поверхностный как двойной это уже повторный это вы торопитесь давайте сначала напишем его как двойной хорошо как двойной у вас получается x от нуля до а y от нуля до корня из а в квадрате поделение на 4 минус x минус а пополам квадрат так а ну да и ds так ну тогда уж вот это выражение мы же его подготовили а на корень давайте полярную замену что а продолжаем ну смещённый смещённый может быть тоже можно но я делал не смещённый да только это не равенствует разные вещи вот это интеграл по полукругу а нам же потом надо будет вот по этой считать ну да это подготовим ну чтобы никто не думал что вот это равно тому а вот ну да так все считаем а 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 это ни к интегралу относятся а интеграл у нас вообще-то вот такой должен быть а а а а ну фи от нуля фи от нуля до и вторых а я от нуля до чего только не да да а это был бы весь сектор ну вот и равно а это вот эта граница мы же о другом говорим мы говорим об этом полукруге а пополам это был бы вот такой сектор каково уравнение вот этой границы в полярных координатах ну кстати я не помню это можно посчитать так только держа пополам ну проще еще раз сюда посмотреть здесь р квадрат здесь а р косинус фи значит это равно чему а косинус фи вот и делаем повторный и кабинца были так какую замену давайте р квадрат новая переменная а еще даже проще корень новая переменная я имел ввиду корень которые знаменатели а квадрате и минус 2r поведение из а в квадрате минус ф квадрате два здесь еще поэтому будет здесь ну ф квадрате а уно а как а она в а и как 3 и А в квадрате минус 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 А в квадрате мин а дт упрощаем так а дт поэтому если сюда подставить просто это у нас будет а в квадрате а вижу а в квадрате, согласен так, что-то это уже подозрительно вот давайте так сделаем а ну да, просто вы не торопитесь я уже придумал, что дальше написать, ну давайте так что минус да, спасибо х гера-гера-гера а у тебя там в этом в замене плюс-минус что-ли? где плюс-минус? в замене вот там на уровне где ты руку держишь на уровне да, вот здесь да, равно что это? нет, это просто вот эта штука минус r поделить на корень из а в квадрате минус r давайте дифференцируем хорошо ну а что в замене а вы теперь мы можем вот это вот взять а в квадрате один вот это скорее слова а просто а а синус ну ну вот их поменяем местами а минус а синус а чтобы просто так плюс А, да. Так, плюс А, плюс 8. Да. Так, плюс А, плюс 8. Да. Да. Смотри, слева находится, отписав первый играл, очень строжит, как АДТ там написано. АДТ? Ну, где-то А, по-моему, это все, где. Почему? Если ты на АДТ, может быть, смотри, раз в ЛЁЗ, ты играл, но АДТ, константный, ты где? Водно. ВОАДА. Да, сейчас, как нет. Смотри, ну, вот ты подставил, вот этот пол. Так, что писать, что писать передает? А в квадрате, а в квадрате, а в квадрате, а в квадрате. А в квадрате. Но я не знаю, что этоя а в квадрате. Так, теперь надо посчитать. Это тут а в квадрате, а в квадрате. И пополам, плюс плюс и пополам, это у нас ноль. И пополам и минус один. Пополам. Что? Сколько? Ещё раз! Всё правильное. это часть ответа мы же вот это проделали а нам это нужно и надо вот это умноженное на 8 вычесть из чего площади 1 сферы в одном октанте площадь всей сферы сколько это объема площадь 4 пир квадрат а нам нужно 8 значит половина пир квадрат ну 8 начали вот перед то есть пиро квадрат здесь р это а минус то что насчитали ну и все вместе получилось внезапно рациональное число даже целое 8 в квадрате вот так спасибо ну давайте на сегодня закончим вот задачи и оттуда одна и осталась